Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего. Свою следующую беседу я решил назвать «Коронавирус и народная медицина». Телек, как правило, все мы смотрим. Коронавирус, коронавирус, страсти-мордасти, вакцины нету, нету вакцины. Все. Нету вакцины, нету лечения, нету ничего. Все. Мы лапки подняли вверх. Перед коронавирусом ждем, когда будет вакцина. Такое впечатление, как будто никакого другого лечения нет, кроме вакцины. Обратимся, обратимся к истории. История такова. На передачу, такая хорошая была передача у нас в Малахов Плюсе. Вот на одну из таких передач пришла женщина, бабулька уже, которая рассказала, что когда она была девочкой, во время гражданской войны был ТИФ. И вот как раз она где-то там с Сибири, что, говорит, белая армия отступала, и эпидемия настолько была сильная, что вот солдаты, офицеры, все эти обозы, проходящие через их село, просто-напросто тут по дороге мёрли люди. Люди вот на ходу. Как-то это. И всё это распространилось, конечно, и население. Не просто на этих солдат, а на население. И она говорит, что вот её маме приснилось средство от этого, значит, сыпного ТИФа. А именно дёгтем. Дёгтем она смазала, значит, воротнички, одежды. А также, значит, дёгтем они и принимали. Дёгтем немножечко внутрь. Что, говорит, был такой случай. Белый офицер завалился у них просто напротив дома. Дело шло к концу. Мамка, говорит, выбежала оттуда, ему ложку дёгтя залила. Вот на следующий день раз проснулись. Посмотрели, где он там лежит. Помёр, не помёр. Нету никого. А где-то недельки через 2-3 пришла подвода полная разнообразных продуктов питания. То есть этот человек отблагодарил мамку, которая его спасла. То есть от брюшного этого тифа было использовано такое простое средство, которое люди знали, которое люди применяли. Далее вот на этой же передаче как раз вспомнили интересную историю. В то время, когда в средневековой Европе бушевала, значит, оспа, чума вымирали целыми городами, были пойманы шайка этих мародёров, которые собирали имущество умерших людей и, естественно, на этом наживались. Возник вопрос, «А как же так? Люди умерли, всё заражено, а эти ходят себе там по всем этим домам, замкам, собирают всё, что там оказалось ненужным хозяевам и, значит, продают на этом, сколачивают себе состояние, мародёры. И вместо того, чтобы их казнить, их пощадили, потому что они открыли средства, которые они использовали для того, чтобы не заболеть. И опять что-то в этот состав входил там дёгать, ещё что-то там такое, ещё что-то такое. Я сейчас просто не помню, потому что рассказываю вам, то, что я помню. Всё это можно, естественно, поднять в передачу, посмотреть и узреть. То есть средства, когда народ вымирал городами, когда бушевала эта эпидемия, пандемия и прочее, 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 были люди, которые на это дело не просто начихали, они на нём зарабатывали, на этом деле. Потому что знали, как это всё обойти. Вот. Теперь переходим вплотную к коронавирусу. пока ищут или разрабатывают вакцину, это по телеку показывают, народная медицина Китая не дремлет, промышленных масштабах фасует травы и бойко ими торгует. При этом там было подчёркнуто, что обладает прекрасным действием против этой простуды, возникающей от коронавируса. То есть, это всё было. Почему современная такая тенденция упирается в разработку вакцины? А почему что там других вещей нет? И вот я вам привёл несколько историй насчёт брюшного тифа. Может, там какое-то даже другое заболевание было, но я вот его связываю с этим. Женщина рассказала на передаче раз. Оспа и чума в средневековые и вот эти вот мародёры разработали средства от всего этого без всякой там вакцины и ходили, как и ни в чём не бывало. Среди этих мёртвецов снимали с них разного рода цацки-мацки. Ну вот. И вот современный случай это это значит народная медицина Китая лихо составляет рецепты из тех же трав, которые прекрасно действуют против коронавируса, выражением которого является что насморк, простуда, температура. То есть всё это прекрасно ликвидируется. почему в эту сторону никто не смотрит, а только вот в ту сторону. И кстати, говоря о коронавирусе, я всё это как-то слушаю и знаете, вот у меня встаёт один вопрос. есть производители этого коронавируса, есть хозяева этого коронавируса, они его запатентовали. И почему вначале бы не это, а не разобраться с теми людьми, которые создали вот эту бяку-каку. С какой целью они её создали? Вот это уже цель, вернее не цель, а вот это созданное ихним вот этим вот не знаю как это назвать извращённым умом штука, уже гуляет по миру, уже умерло достаточно людей, а спросить то и некого. Такое впечатление, он сам по себе возник, он сам по себе там что-то действует, он сам всё это по себе, а мы тут ни при чём. Те люди, которые целенаправленно это делали. Вот как только у человека скапливаются большие деньги, то он начинает какие-то вещи делать непонятные, то создавать коронавирусы, то создавать частные армии, то ещё какой-то ерундой заниматься далёкой от нуж человечества. Почему вот это разумное человечество не спросит с вот этих всех, кто всё это затеял, не призовёт их к ответу, не сделает соответствующие выводы, а ищет вакцину. Вспоминается другая вещь, о ней я уже рассказывал, это малярия. вот где-то дали три, ну две точно дали, дали две премии этого Нобеля за разработку лекарств от малярии. И оба эти лекарства оказались неэффективны, но премию дали. И вот наконец-таки разработали третью третье лекарство, вернее, третью значит премию дали. против малярии. И лекарства то китайский этот биолог значит разработал на основе рецепта из книги там что-то там чуть ли не трех тысячелетней давности из какого-то вида полыни. Была проблема она давно малярия. Значит люди ее научились решать давным-давно. Потом это как-то куда-то пропало, делось вроде как за ненадобностью. А тут вот опять открылось. ну вот вы подумайте своими собственными головками вот эти все сопоставления свяжите. очень важно знаете вот не быть зашоренным как только вот вперед смотришь и все. А есть вот она дорожка есть вот она дорожка и что я полезу вот туда когда я могу обойти это все. Так вот тут что мы разрабатываем какие-то там вакцины от коронавируса. Когда вначале бы не надо было его создавать и исследовать и потом по глупости своей выпускать на волю. Это первое. Второе это есть масса различных других средств еще более эффективных нежели там то что пытаются разработать для того чтобы убериться. И получается что смотрите вот правда матка матка правда вот вам глаза вот она средневековая Европа оспа и чума косит народ и вот там какие-то там допустим предписания от этого то-то 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 ну и что как кому повезет ну в основном народ вымирал деревнями и городами а вот некоторые люди самостоятельно мыслящие вот я подчеркиваю это слово самостоятельно мыслящие прикинули что от этой заразы вот такое вот средство эффективное как это все в современном мире вот это вот все согласуется объясняется и преподносится что мы только уперлись вот вот в это вот и больше ни в чего так что я не боюсь коронавируса там или еще что-то там такое у меня есть прекрасные средства с той же народной медицины которые зарекомендовали себя от всех этих бяккак в течение тысячелетий ну и я применю это средство если потребуется вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас заинтересовала Продолжение следует...